привет всем с вами ваша silver butterfly серебряная палочка сегодня я буду рассказывать про ароматы для лета ну как вот я подумала что такое летние ароматы это то к чему тянется рука летом кое-что у меня будет из новинок ну они там мелькали иногда в новинках кое-что будет из того что у меня есть в своем одном шкафу и кое-что что есть в другом шкафу то есть чтобы создать это видео нужно было побегать по квартире и поискать для тематики специально связанные с летом парфюмы это не все но по крайней мере которые вот так вот быстро взялись в руку все не будем терять времени и начнем ну в общем когда лето наконец-то все цветет потом начинает пахнуть потом начинает давать плоды и везде этому участники пчелы и бабочки ну и конечно вот такая бабочка rock me она у меня участвовала уже в очень многих репетиях ничего особенно когда-то я ее не любила да и хотел избавиться а сейчас смотрю она у меня постоянно в каких-то рейтингах потому что иногда меня душил всякие вот тяжеляк и мне на разбавку нужно было именно вот эту бабочку раз уж мы говорим про бабочек вот такая у меня есть бабочка я заметила что она су и очень любит бабочек и сумочки и она так похоже со мной вот в этом то есть у него все заточено на бабочка на сумочках на каких-то бантиках в общем девочки девочка вот такая прелестная бабочка правда не серебряная но золотая но мне и так пойдет кстати многие начали мне писать комментарии что я оля бабочка я не оля бабочка я серебряная бабочка тот кто придумал оля бабочка не знаю это никому не относится то есть вот мой образ серебряная бабочка тот кто не смотрел канал давно немного напомню как в чем все начиналось что я видела серебряную бабочку брошку на столе тогда мы переговорились с подружкой по телефону и мы обе еще не жили в разных странах и она как давай придумаем клички друг другу было такое айсикью и типа она там тогда искала себе жениха в лондоне и самое прикольное что я ей его нашла но это другая история факту что я себе делала кличку серебряная бабочка и так и не воспользовалась поисками женихов а вот она воспользовалась и она назвала себя какой-то райской птичкой вот так и после этого у меня вот эта серебряная бабочка пошла во всем так легко запоминать silver butterfly silver это серебро butterfly это бабочка вот с этого все и пошло а то что там оля не оля какая-то да я ольга но я не оля бабочка вот кайф хочу немножко побрызгать у сои такие ароматы ну легкие полукомпотные какие-то разбеленые но тем не менее вот в жару не охота пользоваться чем-то тяжелым и вот они идут на помощь как чип-н-д-л пудреные какие-то припудренные цветы и легкий ветерок вот у меня раритет мантана вы скажете почему ты мне пользуешься в том-то все идет что я краски пользуюсь но рука тянется только летом вот на все это а каждый из этих обзоров есть парфюмов есть обзор но если вкратце даже может быть такое направление не так уж и модное оно такое сейчас скажу какое мне кажется мыльновато о нет это немножко шампанским даже что-то немного хорошего дорогого мыла легкого пузырька шампанского и золотых каких-то нот называется ле о удар dior ор это золото что же еще вот я никогда не оставляю без участия вот этот мантана который воплощение воды сладости солнца я просто обожаю вот ему так поливаться воздух мне это делает настроение когда-то мне какая-то нота подушевала подбешивала мне сейчас ничего не подушивает они подбешивать так что вот смотрите иногда вам не нравится парфюм из-за какой-то одной единственной ноты и вы его отдаете и перекрестили слава богу типа кому-то пригодится ну в моем случае было бы так потому что разгружаться не вредно наоборот полезно кому-то отдать дело в том что полезно когда кто это хочет а кому допустим не нужны эти парфюмы то выходит западает раз задаритесь то есть это все зависит от любителя и то что он любит поэтому вот вам опять же совет продавать я толком не умею да а мне бы желательно вообще вот так взять и смести все это и начать новую коллекцию потому что я прекрасно разбираюсь и в новых парфюмах но я и свои не забываю и что делать у меня такая дилемма но в то же время когда я начинаю их брать себе в руки и брызгать что-то какое-то магическое происходит я уже не не хочу их пинать и отдавать я опять хочу не пользоваться к вам это все придет когда у вас будет много парфюмов тот кто любит торговать им удается это делать вы знаете не у всех такой дар я своей жизни не могу продать ни один парфюм долгом вот не знаю почему а кому-то вот масть идет вот это берут немного парфюмов или много парфюмов расскажут и тут же их сдают и вот такой круг оборот я тоже так хочу но у меня не получается вот я поэтому сижу как бы мне нужно уже новую струю кстати у нас до сих пор карантин какая струя тут даже с людьми толком не встретишься и не так уж у меня много людей кто вообще понимает в парфюмах то есть вот здесь вот моем периметре то есть в окружении даунтауна еще один парфюм ну представляете за давностью лет или зачем это то есть да действительно он становится немного старомодный это долисима но все равно у кого есть ностальгия по этому аромату они все все равно его ценят у меня так случилось жизни что я его купила без всяких ностальгий просто из-за того что это дали просто из-за того что мне вообще нравились все дали формы все эти губки и носики у меня это больше как на баловство не наслаждение а баловство иногда там побрызгать чтобы пахло персиком чем-то таким легким иногда даже мне морским кажется кстати я забыла притащить меня же лагуна еще он там ну ладно в следующий раз так вот зеленый чай я обожаю этот аромат он вообще уже у всех перебывал уже 20 раз все про него поговорили 20 лет назад а мне все равно хочется его отметить потому что он никогда не надоедает и всегда как свежий глоток чая то есть вот именно чай летом в жару прелесть но все знают это любит арден и вот еще у меня остается кое-что то что я сейчас постоянно таскаю как говорится постоянно пользуюсь потому что это не сильные ароматы хотя выглядит довольно таки сильно ну вот трусарди давай фуха мне надо надо как-то брызнуться вот кто хочет пахнуть свежим чем-то свежим хорошим вот надо вот такие выбирать ароматы со свежинкой мне кажется даже оформление слишком помпезная потому что ожидаешь чего-то такого вечернего такого вау такого чего-то итальяна ферро а тут бац не получается но все равно получается потому что это летнее такое так еще про вечеринки раз уж мы говорим про вечеринки вечер вот beverly hills джорджио глэм когда я покупала его сначала понравился потом я его не поняла вот сейчас опять смотрите еще один вывод пахнет супер когда-то сначала бы значит при первом вздохе вдохе вернее вздохе это когда вы вздыхаете да о ком-то а вдохе когда это вы вдыхаете так вот и при первом вдохе мне казалось оно какое-то более ярко-кокосово такое вот молодежная а сейчас нет такая женщина женщина а всего лишь я его купила в прошлом году по моему он настоялся он был задвинут так далеко в коробку что я днем забыла а сейчас он играет новыми красками вот это вот ожидает вечеринки это точно ну конечно мой любимый перекочевавший из весны в лето трусарде май сэнд мой запах это вот эти помните цветы бульденеш или как его зовут флоксы да или еще как-то забыла как прям вылетел из головы я просто его обожаю легкий вот для тех кто говорит про ароматы вот он не стойкий или стойкий вот мне последнее время не нужна эта стойкость я уже сделала клип на эту тему не знаю когда его выставлю под названием но зачем вам эта стойкость так была прервана но продолжая что хочу сказать что но не выгоняйтесь за этой стойкостью особенно летом она вас будет душить придушивать вы не будете наслаждаться красками самого лета вы будете вот в этом своем коконе сидеть стоять лежать он будет к вам прибитый а в это время где-то серень или уже она немножко отсвела и тут пойдут ягоды даже на то пошло трава она все равно шпахнет вот сейчас начнется зима я как в торонто скажу вам что я буду ценить каждую травинку более сидя дома я наверно выйду потом вот так одичаю и буду хватать любую травинку и не хотят счастья мне уже будет не нужны никакие духи но тем не менее что хочу сказать вот ищите такое что-то какое-то легкое облачное вокруг себя то есть это чтобы дополняло ваше лето ваши эмоции чтобы вы действительно были в этом лете вписывались как бы да в поворот как машина а не так что я вот буду сейчас пахнуть таким вот убойным и раступить грязь ползет ладно что я сегодня разговорилась скажите какими вы летними ароматами пользуетесь или может быть натолкнетесь на какие-то тихие но в то же время интересные ароматы обязательно мне напишите какие-то открытия летние что вы сделали в этом году про парфюмы и может быть какие-то техники нанесения парфюмов в общем все 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 мне это интересно на этом я заканчиваю свой репортаж с вами была Силва Батафлай серебряная бабочка пока 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 пока